Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Адиль Загайдулин. Смотрите сегодня в выпуске. Какие превентивные меры принимаются службой по противодействию коррупции, через несколько минут расскажу вам я, Зарина Беккалиева. Состоялось подведение итогов деятельности профсоюзных организаций Акмолинской области за 2022 год. О популяризации сферы ЧАЭС расскажу вам я, Рахат Салеев. Казахстанские спасатели, отправившиеся на помощь в Турцию, будут награждены. Касым Жомар Токаев поблагодарил граждан Казахстана, проявивших мужество в очаге бедствия. В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область глава государства посетил Академию гражданской защиты и ознакомился с ситуацией в регионе. Академия гражданской обороны имени Малика Габдулина – это единственное учебное заведение, готовящее специалистов-спасателей в стране. Катастрофы сейчас на земле участились. Наша страна также должна быть готова к чрезвычайным ситуациям. Поэтому отрасль нуждается в большом количестве квалифицированных кадров, отметил президент. Куткарушы болу – кейін, әрі, қатерлі жұмыс. Шинменде бұл нағыз ер жүрек азаматтардың кәсібі. Төтінше жағдай мамандары жұмыс барысында талай рет ерлік көрсетті. Басқа адамдардың өміріне араша түсіп, қаза тапқан куткарушылар азимес. Басқа адамдардаң әрі көрсетті. Бәрі есімі ель есінде батыллардың елігі ешқашан үмітылмауа тейіс. Учебное заведение, которое готовит специалистов, не соответствует требованиям. Техническая база устарела, здание узкое, состояние общежития шаткое. 30 человек спят в одной комнате, в этих комнатах трудно спать 30. Первые три года проживают в казармах курсанты, потому что места в общежитии не хватает. На четвертом курсе живем в квартире. Президент знаком с этим вопросом. Он отметил, что будут созданы все условия для качественной подготовки специалистов. По моему поручению, правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы Академии и запланировано строительство общежития и учебного корпуса. В целом, государством принимаются системные меры для повышения и улучшения социального обеспечения спасателей. Наши спасатели храбры снаружи. Они проявляют героизм во время землетрясений в Турции. Президент отметил, что мужество будет учтено. Менің тапсырманымен Бауырлас Туркия еліне куткарушылар және дәрегелер жверілді. Олардың арасында Ақмола облысының мамандары да бар, яғни 18 адам. Біздің куткарушылар бірніші адамды Аман алыпшықты. Туркияда күндіз түні жұмыс тев жатқан азаматтарамызға алғыс айтам. Туркияда Аман есен оралған сон, олардың мүндеті түрде мұрапаттайтын боламыз. В Кокшетау растет население. За последние два года он вырос на 30 тысяч и превысил 190 тысяч. Хороший показатель, но наряду с ростом населения наблюдается дефицит школ, больниц. Для решения проблем строятся новые социальные объекты. Более того, сердечно-сосудистые заболевания обостряются. Особенно много людей, перенесших инсульт, инфаркт. Президент, ознакомимся с состоянием медицинских учреждений в Кокшетау. Это крупнейший реабилитационный центр в стране, открытый в прошлом году. Будет построена еще одна многопрофильная больница. Строительство начнется в марте, потому что Акмолинская область лидирует по онкологическим заболеваниям республики. Акмолинская – зерновая область. Но фермерам нужны современные технологии. Существующие устарели. Эта проблема распространена по всей стране. Технический парк изношен на 70%. Для решения проблемы строятся заводы по производству комбайнов и тракторов. Президент посетил один из таких. Казахстанская агроинновационная корпорация производит все виды сельхозхозяйственной техники. После Кокшетау президент посетил Степногорск, где ознакомился с развитием города. Острой проблемой населенного пункта на сегодняшний день является изношенность ТЭЦ. Глава государства дал поручение для решения данной проблемы. В Тепногорске расположена одна из самых больших теплиц в стране. Занимает 5,5 тысяч гектар. Растут многие виды овощей. Также здесь начали цвести тюльпаны. Однако и здесь есть ряд проблем. Электричества не хватает. Все дорожает. Фермер просит поддержки у государства. Основная проблема – это стоимость энергоресурсов, стоимость и их количество. Сейчас наше развитие подошло к такой ступени, что необходимо увеличить электроэнергию, мощности, чтобы мы могли дальше развиваться. У фермеров много жалоб. Они пытались воспользоваться визитом президента в регион, чтобы донести свои проблемы. Сейчас есть программы. Есть и второстепенные предприниматели. Они работают с помощью проткорпораций. Сейчас мне нужна помощь в этом весеннем посеве. Я бы хотел, чтобы этот закуп был отдан раньше. Тогда малым хозяйствам было бы очень полезно. Акмельская область является лидером по производству продуктов, питания. Главе государства была представлена выставка сельхозхозяйственной продукции. Степногорск – единственный город области, где есть ТЭЦ. Его строили почти 60 лет назад. На сегодняшний день износ ТЭЦ достиг 69%. С трубами отопления дело обстоит еще сложнее. 82% сетей устарели. Его ремонтируют ежегодно. Но восстановить устаревшее устройство непросто. Апгрейд очень дорогой. Глава центра говорит, что выход из тупика – повышение тарифа. У нас ТЭЦ была построена в 1966 году. Практически скоро уже будет справлять свой 60-летний юбилей. Глава государства поручил детально проработать пути решения этой проблемы. Глава государства, вам надо сесть с юбилейцами, с альтиматами вместе разработать алгоритм действий для решения этих вопросов. Потому что какая-то безыскутность. Я смотрю у владельцев, у альтимата, у операторов, у всех. То, что и свет называется. После окончания отопительного сезона проверяются тепловые сети и котельное оборудование во всех регионах области. Кроме того, в Кукшетал будет построена ТЭЦ. Было принято решение увеличить мощность объекта до уровня производства 520 гигакалорий тепла и 240 мегаватт электроэнергии в час. Внутри школы тоже есть опасность. Необходимо усилить контроль за входами в учебные заведения. После вчерашнего инцидента в Петропавловске премьер-министр Алихан Смаилов поручил на заседании правительства проработать меры по повышению безопасности в школах. Первый заместитель министра внутренних дел Марат Хожаев доложил о расследовании инцидента. Подозреваемый сейчас находится под арестом. Глава правительства дал конкретные поручения ряду министерств, чтобы такое событие не повторялось в будущем. «Это очень опасная ситуация», — сказал Алихан Смаилов. «Инцидент вызывает серьезную озабоченность среди населения. Безопасность детей должна быть в центре внимания. Поэтому необходимо пересмотреть этот вопрос и провести детальную проверку в образовательных учреждениях», — сказал глава правительства. Он также добавил, что необходимо увеличить количество видеокамер и рассмотреть вопрос об усилении контроля над входами в школу. Министерству внутренних дел внести согласованные предложения. Министерству здравоохранения взять на особый контроль лечение пострадавших детей. Министерству образования необходимо совместно с Министерствами внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям разработать уроки безопасности. Дети должны точно знать, как вести себя в разных ситуациях. По итогам года инфляцию необходимо снизить вдвое до 9,5%. На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал такое поручение ответственным органам. Каждый министр, акимы регионов и руководитель национальных холдингов и компаний должны принять системные меры для повышения доходов граждан и создания качественных рабочих мест. Главам регионов необходимо обратить особое внимание на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары. Пример подчеркнул, что все усилия необходимо сосредоточить на выполнении мероприятий по контролю и снижению уровня инфляции. На сегодня в регионе проводится соответствующая работа по выборам депутатов Мажелиса и Маслихата согласно календарному плану. В областную избирательную комиссию подали необходимые документы 6 партий. Предварительную регистрацию по списку прошли партии, баллотирующиеся в областной Маслихат. Это Аманат, Ахжол и Ауэл. Теперь эти партии готовятся к предвыборной агитации и создают избирательный фонд. Также еще два кандидата в депутаты Мажелиса получили свидетельство об участии в выборах. Сегодня мы рассмотрели два вопроса. Мы зарегистрировали двоих кандидатов. Для информации выдвинулось 13 кандидатов. По состоянию на сегодняшний день, с учетом тех, которые мы зарегистрировали, это уже у нас 8 человек на сегодняшний день, соответственно, зарегистрировались. Также параллельно у нас идет регистрация партийных списков по выборам депутатов областного Маслихата. Конкурентность большая, интерес большой, очень много звонков поступает. Регистрация всех уровней завершится в 18 часов, 18 февраля. На особом контроле областного департамента по противодействию коррупции находятся проблемные вопросы земельных отношений, системы водоснабжения, канализации и экологии региона. В целом, за прошлый год госорганами внесено 65 рекомендаций и предложений по устранению причин и условий коррупционных рисков. Из них реализовано 91%. О применяемых превентивных мерах по противодействию коррупции расскажет корреспондент. В прошлом году агентством по противодействию коррупции разработана карта коррупционных рисков. В документ вошли злободневные вопросы, которые не находят решения из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров. В регионе в нее вошли сферы сельского хозяйства и земельных отношений, экологии, дорог и инфраструктуры. Социальные проблемы, включенные в карту, рассматриваются через призму мониторингов и внешних анализов. Это наши основные превентивные инструменты. Их результат работает на упреждение коррупции. Всего за 2022 год проведено 14 антикоррупционных мониторингов в наиболее подверженных коррупционных рисках в сферах. Внешнему анализу подвергнута деятельность четырех госорганов и организации квазигоссектора. Крайне значимым остается вопрос обеспечения граждан доступным жильем. Проводится мониторинг по вопросам целевого использования жилищ. Установлено, что 25 лиц необоснованно занимают жилье, при этом фактически не нуждаются в этом. Некоторые граждане сдавали квадратные метры в аренду, другие имели собственные. В настоящее время департаментом совместно с местными органами, государственными органами проводится работа по возврату жилья, использующуюся с нарушением требований законодательства в коммунальную собственность и передачей их реально нуждающимся лицам для постоянного проживания. На сегодня уже мы имеем факты предоставления действительно нуждающимся трем гражданам социально уязвимой категории. Кроме того, мы внесли ряд соответствующих рекомендаций в городской аккаунт. Данная работа будет продолжена. Мы держим на контроле эту работу. В текущем году агентством запущен проект по защите предпринимателей бизнески ЖОЛ. Он нацелен на помощь бизнесменам в преодолении различных административных барьеров, обеспечении соблюдения сроков и прозрачности принимаемых госслужащими решений. Зелина Беккалиева, Павел Славиев, Кокщи, Ахпарат. В регионе с марта месяца стартует кредитование молодежи по 2,5% годовых. Для этого из республиканского бюджета выделено 855 миллионов тенге. Заявки принимаются в электронном формате. Максимальный размер займа 5 миллионов тенге. Молодые люди также могут получить 2-3 миллиона тенге по 2,5% годовых. Срок кредитования рассчитан на 5 лет стоит отметить средства на сельхозхозяйственную отрасль, в том числе на разведение крупного рогатого скота, представляются займом на 7 лет. С марта месяца начнутся процессы выдачи данных кредитов. Выдача государственных кредитов, то есть данных кредитов будет заниматься аграрно-кредитная корпорация. В рамках данных кредитов будут даны для развития сельского хозяйства, животноводства, общего, как бы там парикмахерская, магазины, потом цехи, выпечки и так далее. В рамках всех вот этих направлений будут выдаваться данные кредиты. Микрокредитование выдаётся и городской, и сельской молодёжи. Никаких ограничений по типу бизнеса не налагается. Залог считается обязательным. Дом в деревне или спецтехника также будут приниматься в качестве залога. Даже с небольшим кредитом обязательно должна быть гарантия. В первые полтора года получения микрокредита освобождается от уплаты ежемесячного взноса по своему кредиту. Это необходимо для дальнейшего развития своего дела. В стране планируется выдать микрокредиты порядка 6 тысяч гражданам. На эти цели из казны выделено около 29 миллиардов тенге. Рахат Салеев, Сатана Талкиева, Лишар Шакубаев, Кукчаяк, Парад. Актуальна проблема поднятия заработной платы работников до достойного уровня. В настоящее время профсоюзные организации ведут активную работу по продвижению интересов работников и защите их законных прав. В прошлом году важнейшая инициатива профсоюзов была поддержана президентом Касымжо Мартом Тукаевым. Принята программа повышения доходов населения. В прошлом году состоялось 11 заседаний региональной комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений. Рассмотрено 28 вопросов. Особенно актуальна организация мероприятий по повышению размера заработной платы и предупреждению травм на предприятиях и в организациях на территории области. Кроме того, был проведен детальный анализ норм регионального соглашения и по его выводам подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений. В 2023 году планируется внесение изменений в трудовой кодекс о минимальных социальных стандартах части установления минимальной заработной платы и механизм их повышения. Мы знаем, что здесь вот сенаторы, депутаты в какой-то части не поддержали все инициативы, которые были приняты или направлены в Федерацию профсоюзов. Сегодня документ как бы завис, будем так честно говоря, администрация президента рассматривает его. Региональная профсоюзная организация также подняла вопрос о размере заработной платы на областном общественном совете. В результате заработная плата работников товарищества «Кокшиталжулу» вырастет на 30%, «Кокшиталсуарнасэ» на 20%, работников энергокомплекса города Степногорска на 18%. Также внесены изменения в правила субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса. Планируется решить вопрос безопасности рабочих. В более чем 200 предприятиях и организациях области введены международные и национальные стандарты по безопасности труда. В прошлом году, как это ни печально, зафиксировано 50 несчастных случаев, на производстве которых пострадало 52 работника. Из них 14 со смертельным исходом. У нас по этому показателю очень большой, плохой нарост имеется, в том числе 7 случаев смертельных увеличений. Из 52 несчастных случаев наибольшее количество отмечается в отраслях горных, металлургического комплекса и сельского хозяйства. Во всех несчастных случаях, где имеется профсоюз. Вопросы предупреждения трудовых споров, их разрешения и снижения рисков социальной напряженности находятся на постоянном контроле профсоюзной организации. Также в этом году будет реализован новый проект генерального соглашения на 2024-2026 года. Планируется продолжить работу по реализации обязательных мероприятий и совершенствованию системы защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов работников в рамках Года безопасного труда. Василий Павли, Диана Рарихимжан, Павел Соловьев, КОХЩЕК ПАРАД. В регионе стартовал третий областной этап Республиканской Олимпиады по 15 общеобразовательным предметам. С 13 по 15 февраля школьники будут соревноваться по естественно-математическому направлению. О том, как проходит конкурс знаний, смотрите далее. Олимпиада – это площадка для проверки знаний учащихся. Она проводится ежегодно среди школьников 9-11 классов. В этом году в Олимпиаде приняло участие около 400 детей со всего региона. Артем Каблуков уже во второй раз участвует в данном конкурсе знаний. Ученик отмечает, что все прошло честно. Я считаю, что Олимпиада была довольно сложная, но на то это и Олимпиада, чтобы соревноваться, кто сильнейший. Я сдавал лично Олимпиаду по химии, потому что в будущем планирую связать свою службу с медициной. Поэтому уже заранее готовлюсь, участвую в различных Олимпиадах. Эта Олимпиада проходила на новой платформе в онлайн-формате. И именно мне понравилось, что она проходила в онлайн-формате, потому что была академическая честность. Мне нельзя было списать, потому что проходила онлайн-трансляция, была запись экрана, была запись компьютера. Поэтому проходило все прозрачно и чисто. Олимпиада проходит в электронном формате. В конкурсе знаний по естествознанию и математике принимают участие в топ-52 учащихся. Это направление включает информатику, химию, биологию и географию. Члены комиссии активно участвуют в проведении тестирования на высоком уровне. Олимпиада проводится по принципу «один компьютер, один ученик, одна камера». При этом ведется видеозапись и прямая трансляция. Продлится два дня. 15-го числа будет апелляция. Это означает, что учащиеся могут подать апелляцию, если у них есть вопросы, если они не удовлетворены своими ответами. Есть члены комиссии, которые проводят апелляцию. Это сотрудники университета имени Шаканова-Лиханова. Следующий этап Олимпиады пройдет в гуманитарно-общественном направлении. 16-го и 17-го февраля в нем примут участие 248 учащихся. Рахат Салеев, Александра Гаур, Таида Хамитова, Дархан Мужубаев, Кокчаяк Парад. Шерсть домашнего скота сыграла огромную роль в быту казахского народа. Больше всего используется для изготовления изделий верблюжья и овечья шерсть. Жительница, как считала Гульнар Оренбаева, изготавливает одежду из овечьей шерсти. С мастером, возрождающим национальное рукоделие, встретился наш корреспондент. Мастер Гульнар Оренбаева в детстве проводила летние каникулы рядом с бабушкой и дедушкой, впитав в себя все обычаи и традиции. Как отмечают рукодельницы, именно с тех пор она начала интересоваться изделиями из овечьей шерсти. То, что я сейчас делаю, это тонкий головной убор беретка. Это круг-шаблон. Мы его подготавливаем. Готовую шерсть рисую по кругу. Будет головной убор кубанка. Спортивный головной убор. Их вклад другой. А вот эту беретку надо нарисовать, как этот круг. Шерсть легкая, чистая, не подавляет прическу на голове. Если жарко, шерсть не нагревается. При холоде не пропускает ветер. Это свойство шерсти. Еще одно свойство шерсти, какой бы тонкой она ни была, порвать ее не так легко. Когда-то недоношенных младенцев заворачивали войлок из овечьей шерсти и выхаживали их. Не было аллергии и болезней. Также научно доказано, что овечья шерсть регулирует давление человека. Она считается вещью с электростатистическими свойствами, которые выделяют положительные ионы. Они накапливаются в организме человека и выделяют серотонин. В частности, подавляя стресс и раздражительность, улучшает работу поджелудочной железы. Это накидка, которую мы носим на платье. Сейчас это последняя тенденция. Можно и молодым, и старшим. Сделано из овечьей шерсти на шифоне с казахским орнаментом. На обратной стороне можно нарисовать солнце. Изготавливается по желанию заказчика. Иногда создается, когда приходит мое вдохновение. Мастер отмечает, что обработка овечьей шерсти в домашних условиях занимает немало времени. Готовое сырье забирают в городе Тарази по специальному заказу. Расходов немного. Несмотря на то, что рукодельнице уже 60 лет, женщина подвижна и активна. Принимала участие в различных областных и республиканских конкурсах. Неоднократно завоевывала звание «Мастер года». В свое время Агульнару Рынбаева училась у своей бабушки. Уже сегодня она обучает всему внучку. Ремесло никогда не исчезнет, оно продолжительно отметила рукодельница. Зарина Беккалиева, Гульнар Бекенева, Дархан Мужибаев, Жанбл Балдаев, Кокщи Ахпарат. Студентка колледжа «Арожанка» с Кен опубликовала ролик, который мгновенно стал набирать популярность среди пользователей социальных сетей. Публикация «Арожан» и ее одногруппница Жанели Кинджику уже набрали по несколько миллионов просмотров. Будущие пожарные ведут личный блог в сети интернет. Там они делятся учебным процессом и студенческими буднями. «Арожанка» с Кен еще не специалист. Она только учится, девушка, будучи пожарной. Уже второй год она постигает азы профессии в высшем многопрофильном колледже гражданской защиты. На своей странице в TikTok «Арожанка» с Кен опубликовал ролик, который мгновенно завоевал популярность среди пользователей соцсети. За пару дней видео набрало свыше 60 тысяч просмотров и почти 100 тысяч лайков. Необычная специальность для хрупкой девушки стала вишенкой на торте. Пользователи сети интернет с интересом наблюдают за новыми публикациями «Арожан». В самом начале практики, которая проходила в пожарной части, я закинула первое видео и была очень удивлена количеству просмотров. И дальше снимала интересные моменты во время практики. Многие преподаватели учебного заведения поддерживают своих воспитанниц в их активной деятельности. Ведь это не только хорошая реклама для колледжа, но и популяризация сферы ЧАЭС. Я периодически просматриваю за это, контролирую, просматриваю. То есть очень полезная вещь, много информации они привносят людям. Это хорошо сказывается для колледжа. Они реально показывают, что они обучаются на занятиях. Это те девочки, которые учатся хорошо, отлично, исправляют своими обязанностями и нормативами на отлично. «Арожан» отмечает, что ей нравится весь учебный процесс. Она с удовольствием обучается своей будущей профессии. На сегодня у девушки более 10 тысяч подписчиков в ТикТок. Рахат Салею, Жорсу, Номерзак, Кокчаяк, Парад. Денис Никиша стал победителем Кубка Мира по шорт-треку. Акмолинский спортсмен лидировал в общем зачете на дистанции 500 метров и занял первое место с 402 очками. Завершился финальный этап Кубка Мира, который проходил в голландском Дордрехте. По его итогам лучшим спринтером сезона признан акмолинский шорт-трек Денис Никиша. До этого он завоевал серебряную медаль на прошлогоднем чемпионате мира в Солт-Уэйк-Сити, США. После занял второе и третье место на двух этапах, прошедших в Алматы. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова